МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Закатают с усилением. Дорожную одежду на Горького театральной проверили в лаборатории и открыли для проезда автомобилистов. Пес, барбос и необычный кросс. В микрорайоне Благовещенска открыли спортплощадку на радость четвероногих посетителей и их хозяев. Предъявите пропуск. Первый театральный фестиваль для детей, подготовка которого шла 324 дня, торжественно открыли в Театре драмы. В Благовещенске открыли для проезда оживленный перекресток Горького театральная. Там заменили ветхие подземные коммуникации и уложили новенькое покрытие. Ремонт отрезок магистрали от Театральной до Лозо переживает в рамках нацпроекта безопасные качественные дороги. Как проходили работы и почему усилили покрытие, знает Екатерина Борисова. Проезжую часть на Горького театральной вскрыли для замены инженерных сетей 15 мая. Процедура была крайне необходима. Старый трубопровод износился. Работы выполнили в максимально сжатые сроки. Движение на этом участке магистрали очень интенсивное, поэтому и открыть пересечение решили сразу после присоединения новых труб к существующим сетям. В отличие от корреспондента, дорожные рабочие во всеоружии, они были готовы к предстоящим физическим нагрузкам. Несмотря на жару, за несколько часов специалисты раскидают тонны щебня. Это основание под будущий асфальт. Всего у основы ляжет 250 тонн материала. Кроме 15 сантиметров щебня, в основание кладут 30 сантиметров специальной строительной смеси на основе дробленого щебня и песка. Сверху на них ляжет новый щебеночно-мастичный асфальт в три слоя. Два из них уже уложили. Третий – финишный. Укатают после сдачи всего отрезка Горького от театральной до Лозо, ближе к 31 октября. Дорожным покрытием подрядчик не ограничится, заменит на всем отрезки бордюры. Нашим контрактом предусмотрена установка бортового камня дорожного и устройство проезжей части. Мы работаем согласно графику, даже с небольшим опережением. Контракт у нас заканчивается 31 октября. Каких-то глобальных проблем сейчас нет. То есть работу мы планируем завершить в срок. Чтобы покрытие было не только прочным, но и качественным, на участки выезжают с проверками. Специалисты строительного контроля берут пробы щебня, ПГС и асфальта для лабораторного исследования. Если материалы соответствуют ГОСТу, выдают заказчику одобрительный протокол. В данный момент на участке улицы Горького мы произвели отбор ЧПСС-5, который используется для укладки основания под асфальтобетон. Для того, чтобы не допустить брака в работе подрядчика, для того, чтобы все дороги отвечали современным требованиям в дорожном строительстве, потому что использование материалов ненадлежащего качества приводит уже к браку, то есть именно к просадкам дальнейшим, к разрушениям. Реконструкцию Горького переживает в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт необходим не только из-за большого потока транспорта, который принимает улица, но и потому, что на магистраль выходит дорога со строящегося моста через Зею. Напомним, в прошлом году комплексно обновили участок Горького от Калинина до Театральной. Там рабочие не только заменили дорожную одежду, но и уложили новую тротуарную плитку, благоустроили газоны и аллею, заменили освещение и остановки. Екатерина Борисова, Виталий Антонюк, программа «Город». В этом году в Амурской столице достроят еще один физкультурно-оздоровительный комплекс. С рабочим выездом на площадке будущего ФОКа побывали зампред правительства Амурской области Павел Матюхин и мэр Благовещенска Олег Имамеев. Новый спортообъект возводят в одном из перспективных районов города на улице Набережной в районе жилищного комплекса «Лазурный берег». Это набережная реки Зея, где сейчас проводят берегоукрепление. Здесь же, согласно генплану, появится детский сад, большая парковая зона. ФОК займет участок площадью 10 тысяч квадратных метров, застроят чуть более 2 тысяч квадратов. На двух этажах здания разместят универсальный зал на 24 человека, зал борьбы на 32 спортсмена и ринг на 15 боксеров. Территорию вокруг заасфальтируют, обустроят парковку на 55 авто. По плану работы должны завершить в четвертом квартале 2022-го. Заказчик объекта – фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома». Ходить в больницу не страшно. В этом уверены благовещенские активисты. Своей идеей они поделятся с маленькими горожанами, нанесут на детские поликлиники красочные рисунки. Мысль создать серию арт-объектов пришла волонтерам культуры. Помимо изображений на фасадах, добровольцы планируют разыграть спектакли для маленьких пациентов, проводить праздничные программы с мастер-классами и состязаниями. Инициативу подробно изложили в проекте «Рисунки на здоровье». Он получит грант от президентского фонда культурных инициатив. На воплощение задумки волонтеры получили 230 тысяч рублей. Счастливые четырехлапые и их не менее радостные хозяева на утренних и вечерних прогулках теперь встречаются в одном месте – на специальной площадке для выгула собак, которую недавно открыли в микрорайоне на пересечении Воронково-Студенческой. О ней просили сами местные. Кто помог воплотить мечту в реальность – узнаете из сюжета. Горожане принимают солнечные ванны и отдыхают после рабочего дня. Их питомцы выплескивают энергию перед сном. Набегаться вдоволь и пообщаться с сородичами собачкам вызовет новая площадка для выгула в микрорайоне. Опробовал ее и пес Елизаветы Боболевой. Она живет в доме неподалеку. Кольту нет еще и года. В дрессировке не силен, поэтому пока только изучает новое место прогулки. Хозяйка уверена, возможностей у них масса. Знаете, такие обычные команды – сидеть, лежать, дай лапу. То есть вот таким командам. Он их очень хорошо выполняет. Дальше будем еще другим командам учить, пока ему этих достаточно. Для маленьких, скорее, вот эти вот горки подойдут, желтые и тому подобные. Ну и для тех, кто уже подрос, они понимают, что здесь делать надо. А наш маленький понимает еще, что долго нужно делать. Пошли. Бигаль Богдана Попова Рич облюбовал горки. Сам хозяин признается, его собака не из самых активных. Но здесь питомца не узнать. Благовещенец и сам не скрывает радости. О такой площадке могли только мечтать. Это первый у нас объект такой в городе, который предназначен для выгула собак. И, естественно, люди ждали его. Даже, думаю, многие годы его ждали. И, наконец-то, появилось то место, где можно спокойно погулять с собакой, где тебя не осудят. Когда люди объединяются с общими кемпетоцелями, если связаны с животными, то это очень круто. Обустроить площадку для выгула собак в прошлом году горожане попросили мэра Олега Имамеева. Градоначальнику идея понравилась. Из предложенных мест выбрали территорию на пересечении студенческой Воронкова. Облагородили. Поставили забор, тренажеры, скамейки, док-боксы и фонари. Площадка передана на обслуживание в ГСТК. То есть, первоначально принято решение о трехразовой в неделю уборке. Уборки прилегающей территории и внутри площадки. Если будет необходимость, мы этот срок сократим. То есть, периодичность увеличится. Выказ травы на прилегающей территории. Уборка, соответственно, да. То есть, уборка док-боксов, которые будут периодически наполняться. Также специалисты ГСТК проследят за сохранностью снарядов. В планах администрации установить на территории видеонаблюдение. И, возможно, оборудовать похожую площадку в другом районе Благовещенска. Алена Лепкалова, Виталий Антонюк. Программа «Город». Сквер и Стеллу в честь 300-летия прокуратуры открыли в районе улиц Богдана Хмельницкого и Красноармейская. В торжественной церемонии поучаствовал прокурор области Александр Бучман, губернатор региона Василий Орлов и мэр Благовещенска Олег Амамеев. Новый сквер расположен в центре города между зданиями налоговой службы и Амурского союза молодежи. Ранее это пространство было неухоженным. Территорию облагородили, уложили тротуарную плитку, установили скамейки. В центре сквера установили памятную Стеллу из камня и мрамора. На Стеллу нанесен QR-код. По нему каждый посетитель сможет зайти на сайт Генпрокуратуры страны и прочесть историю ведомства. В этом году повезло в городе открыться в центре еще одно общественное пространство, где жители города и гости нашего города могут комфортно отдохнуть, узнать об истории прокуратуры и Амурской области, и Российской прокуратуры. А Стелла, которая будет сегодня открыта, будет напоминать роль Амурской прокуратуры в жизни общества. Благовещенск был местом обитания Мурозавра, стал территорией детства. На ней поселились творческие и талантливые дети и взрослые. И пригласили к себе в гости таких же единомышленников со всего ДФО. Такую легенду зрителям рассказали во время открытия первого дальневосточного фестиваля для детей и о детях. Покажем, как это было. Говорите! Ой, не говорите! Денек замечательный. В зале драмтеатра «Аншлаг» на сцене веселый Хаттабыч одну за другой оказывает Вольке медвежью услугу и ошибается в заклинаниях. Ты обещал исполнять любое мое желание? Обещал, говори. Так вот, я хочу, чтобы Женька навсегда, слышишь, навсегда осталась человеком. Но! Никаких но! Из-за таких но главный герой и его друзья в каких только передрягах не побывали. Даже угодили в милицию. Благо, страж правопорядка им попался не слишком злой. Забавную эпизодическую роль исполнил артист Добайкальского краевого театра Алексей Терехин. Признается, артист, который играет только главные роли, теряет хватку. Маленькие роли помогают отточить мастерство. Все-таки здесь это добрый персонаж. Добрый персонаж, который, там же приходят к нему дети, и он говорит, и надо пожурить детей, но, понимаете, с хорошей стороны. Небольшая эпизодическая роль, ну, надо ее сделать очень яркой и запоминающейся, в первую очередь, для себя. Потому что эпизодические роли играть сложнее, в каком плане? Почему? Потому что нет времени развернуться. Надо все сделать быстро и ярко. И ярко действительно было. Поразил зрителей и сам спектакль, и церемония открытия фестиваля. На сцену то и дело выбегали маленькие динозаврики. Покорила публику малышка Ника, символ территории детства. Добрый вечер! Стоп! А пропуск? Предъявите! Озорная девчонка спрашивала пропуск у всех без исключения. Его предъявила даже заместитель мэра Благовещенска Виктория Хопатько. Разрешите поздравить всех нас с замечательными событиями, которые на территории города Благовещенска в таком масштабе, конечно же, проходят впервые. Я думаю, что из всех дальневосточных городов, а может быть даже и городов всей нашей необъятной России, мы сегодня с вами являемся самыми счастливыми. На фестиваль съехались гости из 13 дальневосточных городов, представители 17 театров, которые покажут на площадках театра драмы, кукол и ОКЦ 17 лучших спектаклей для детей. Программа фестиваля включает 53 события. 53 события за неделю. Это спектакли, это обсуждение спектаклей с профессиональными театральными критиками из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Владивостока, из Хабаровска. Это мастер-классы для детей, это творческие встречи с драматургами, театральными критиками, опять же, театроведами. Это аукцион детских пьес, это выпускной, скажем так, наших учеников, которые занимаются в мастерских профессиональных творческих. Наградой фестиваля, который финансируется президентским фондом культурных инициатив, будут ники. Их вручат трем лучшим постановкам в номинациях для детей, подростков и кукольный спектакль. Екатерина Борисова, Максим Яценко, программа «Город». Украсить свои окна рисунками, картинками, надписями, посвященными России, малой родине или разместить триколор предлагают благовещенцам. Так присоединиться к всероссийским акциям, приуроченным к 12 июня. Какие очные мероприятия пройдут в Амурской столице в преддверии и в день самого праздника, расскажем в анонсе. В субботу, 11 июня, на набережной Амура соревнования по пляжному волейболу, приуроченные Дню России. Стартуют игры в полдень. В это же время всех желающих будут ждать во дворе дома на Богдана Хмельницкого, 54. Там станут рисовать стрит-арт «Алеша». В 3 часа дня в городском доме культуры презентация литературного альманаха «Зеленая лампа». Часом позже в селе Садовом пройдет любительский турнир по настольному теннису в 17.00 в парке Дружбы праздничная программа. В воскресенье 12 числа на набережной открытие патриотической эстафеты «Флаг моего государства» в 11.00 в парке на «Зеленой» фестиваль добра. В 15 часов состоится торжественное открытие мемориальной доски «Нихами Ивановне Вайсман». В это же время в библиотеке искусств мастер-класс «Триколор». С 5 до 7 вечера благовещенцев ждут в горпарке. Там приготовили развлекательную программу. В 18.00 на набережной возле ротонды общегородской праздник, посвященный Дню России. Кристина Слепцова, программа «Город». В Благовещенске правила дорожного движения нарушили утки. В соцсетях появилось милое видео. На кадрах птицы торопливо перебегают проезжую часть. В одном из телеграм-пабликов сообщили, ролик снят в районе пятой стройки. Первой перешла дорогу мама утка, вслед за ней гуськом малыши. Путешествие закончилось успешно, несмотря на поток машин. Автомобилисты заметили пешеходов и пропустили их. Впрочем, это не единственный случай, когда пернатые красуются перед благовещенцами. В мае одна из горожанок заметила в областной столице цаплю. Кормят голубей, спешат по делам, ждут своего автобуса на остановке. Чем заняты жители Благовещенска в будний день, решил выяснить наш телеоператор Виталий Антонюк. Для этого вооружился камерой и вышел прогуляться по улицам города. Давайте посмотрим, что он увидел. Музыка Благовещенцам предлагают почувствовать себя археологами. Городской отдел по делам молодежи вместе с Центром по сохранению историко-культурного наследия 24 июня проведут квест «Узнавай, цени и сохраняй». Поучаствовать в нем могут горожане от 14 до 35 лет. Заявки принимают на электронку, адрес на экране. Команда-победитель получит уникальный приз – один день в археологической экспедиции. У меня на этом все. Спасибо, что выбираете наш канал. Встретимся в эфире. Встретимся в эфире. Встретимся в эфире.